Всем привет! Добро пожаловать в психушку! Вы смотрите уже 16 серию и у нас все спят. Да, такое бывает очень редко, но действительно все-все у нас спят. Никто не бодрствует. Обычно в нашем психиатрическом заведении хоть кто-то да не спит, но нет, сегодня все спят. Вайлот с Брухтаном уселись на троне, легли, хотела сказать. Нет, они уселись и спят сидя, потому что боятся, что кто-то придет и займет их трон. У нас здесь Джим уснул прямо возле компьютера. Наверное, делал какие-то злорадные действия, пакостничал, так напакостничал, что от радости уснул. Но уже 6 часов утра и бодрость у нас зелененькая, отличная, поэтому мы просыпаемся, займемся, как обычно, своей рутиной, своими делами, дискомфорт, все плохо. Будем облагораживать жизнь наших симов, будем всячески им улучшать, способствовать их хорошему настроению. Сейчас приготовим им покушать и тогда уже займемся исполнением мечты жизни, потому что наша главная цель это выбраться из психушки. А чтобы отсюда выбраться, нам нужно выполнить мечту. По мечте нам нужно еще достичь максимального уровня в логике и нужно улучшить или отремонтировать два предмета. Я думаю, что с ремонтом проблем не будет, потому что обязательно кто-то что-то сломает. А логику придется повышать нам очень долго в обсерватории. Не знаю, как быстро мы это сможем сделать. Думаю, что придется нам все время там сидеть. Проснулась Вайлетт, проснулся Брухтан. Брухтан, как обычно, берет книгу, положит, берет, положит. Что он этим хочет сказать, я до сих пор не знаю. Так, я смотрю, что кто-то уже деньги с нас снимает, что кто-то идет за едой, чтобы приготовить. Лия хочет в туалет. Анжелина, Анжелина сломала холодильник. Молодец, она взяла какую-то готовку и сломала. Ой, не буду я вам сегодня ничего готовить. Что-то я разозлилась, хотела приготовить. Я тут подумала, что нужно еще и чинить холодильник. Думаю, не буду ничего готовить. Возьмем мы, наверное, закусочку, что мы съедим. Давайте мы вообще выпьем апельсиновый сок. И пойдем наверх. Будем на втором этаже смотреть на небо. Рассматривать небо и повышать логику. Брухтан что-то сам себе готовит. Наверное, опять заподозрил, что его будут травить. Брухтан, ты думаешь, что тебя хотят отравить? Ты думаешь, правда, что в королевстве есть шпион? Может быть, этот шпион Анжелина Зомби? Посмотри внимательно на нее. Вот, Брухтан, как ты думаешь? Брухтан, да, говорит, возможно, это ты шпион. Я тебя выгоню отсюда. Уходи и не мешай мне. Я знаю, что кто-то хочет меня отравить. И все вы, в общем, гадкие, подданные. Не хотите слушать меня, самого хорошего царя в мире. В общем, готовь давай еду себе сама и травись сама. А я не буду есть вашу еду. В общем, Брухтан что-то разозлился. Говорит, и продукты ты плохие берешь. Не нравится мне, что ты готовишь. В общем, вот так вот обласкал Брухтана Анжелину. Но Анжелина не особо расстроилась. Она обжора, она скушает все, что угодно, но почему-то себе не готовит. Вот взяла досточку и обиделась, что ли, на Брухтана. А он опять ей говорит, Лия, говорит, ты тоже сюда пришла? Ты тоже хочешь меня отравить? Не буду я есть вашу еду и даже чай. Если ты мне предложишь чай, я лучше выпью воды из лужицы, из облачка. Но есть ее, я лучше буду из мусорки есть, чем есть вашу еду, потому что кто-то из вас хочет меня отравить. Вот так вот. Царь никому не доверяет и кушает то, что он готовит сам себе. А мы сейчас выпьем апельсиновый сок, не будем ни с кем общаться. Хотя пообщаться бы неплохо, потому что общение низкое. Если бы кто-то к нам сейчас присел и сказал пару слов, у нас бы повысилось общение, и нам бы стало намного легче. Анжелина тут же говорит, Брухтанчик, ты кексика не хочешь? Говорит, нет, я не буду есть твои кексы, потому что ты положила туда траву, ты положила туда яд. По-моему, Брухтан думает, что шпион и тот, кто хочет его отравить, это Анжелина. Анжелина говорит, как вкусно пахнет, Брухтан, давай покушай. Что-то она, по-моему, над ним издевается. Мы, кстати, вот с Вайлот болтаем, пьем апельсиновый сок, все отлично, повышается, да? Нет, не повышается общение, я думала, что общение повышается, но пока нет. Мы тогда позвоним кому-нибудь, у нас уже есть знакомые вне психушки. И можем кому-то позвонить. Да, про трусы что-то рассказывает Лия. Интересуется, наверное, кто какие трусы носит. А Брухтан говорит, не заговаривай мне зубы своими трусами. Я знаю, что кто-то из вас хочет меня отравить. Я самый главный в этом королевстве. Я король, и каждый претендует на мой трон. Да, а Лия в это время, пока не все разговаривает, быстро набивает себе живот, чтобы никто не отнял еду. Она, конечно же, знает, что никто никого не хочет травить, но она думает, что даже если ей дадут отравленную еду, она тоже ее с радостью съест, потому что яд, наверное, вкусный. Да, мы вот общаемся. Отлично все. Сейчас еще немножечко. А почему сок, интересно, не повышает? Почему он аппетит не повышает? Ну, в смысле питание. Я думала, что если выпить сок, то питание будет повышаться точно так же, как и других блюд, но нет. Почему-то сок, напиток, может быть, не считается. Странно. Мудлет, он... Так, романтическая обстановка, с бедой не в беде. Скептик это от того, что мы в одной комнате с рубчиком пьем мы сок. А нет, немножко повышается питание, заодно и повышается общение. Все отлично. Сейчас еще немножко посидим с нашими ребятками и отправимся наверх. Будем рассматривать небо, повышать логику. Умнеть и думать о том, как выбраться из психушки. А трубочка, кстати, воняет. Он вчера занимался спортом, пытался произвести впечатление на Анжелину. Так перезанимался, что аж завонялся. Спотел сильно. Ну что, как-то медленно напитки пьются. Обычно еда как-то раз взял раз-два и съела. А то стакан до сих пор полный, а мы еще и не напились, не наелись. В общем, наверное, лучше использовать не напитки для утоления голода, а лучше использовать все-таки еду, какие-то закуски. Анжелина хочет в туалет, но идет в обсерваторию. Анжелина, ты случайно не хочешь там... А, она нет. Она пошла за обсерваторию, нашла здесь мусор и сейчас будет жаловаться. Анжелин, возьми мусор, вынеси, и не будет у тебя проблем. Она думает... Нет, она что, в ярости? Она в ярости. Ай, у нее скверное настроение. Анжелина, ты бы взяла лучше и выбросила. Ну нет, конечно же, не пришли, поругались, пнули эту кучу и пошли дальше. Я надеюсь, что в туалет, потому что не хотелось бы, чтобы у кого-то был конфуз, потому что от конфуза можно умереть. А умирать в наши планы, конечно же, не входит. Так, в кокетливом настроении находятся все, кто в этой комнате. Да, апельсиновый сок очень мало утоляет голод, поэтому больше использовать мы его не будем. Пойдем рассматривать небо. Тут уже пытался Микки что-то там на уши упасть. Микки, нам с тобой разговаривать нельзя. Микки думает, может, позвонить мне кому-то или написать. Микки, у тебя есть вообще друзья вне психушки? Я сомневаюсь, но обещаю, ты ими обзаведешься, когда отсюда выйдешь, станешь нормальным. Вот, и все будет у нас у всех хорошо. Микки что-то пошел рассказывать Рубчику. Микки, ты скажи Рубчику, Рубчик, пойди помойся. Если ты хочешь произвести впечатление на Анжелину, то если ты вот вонючий, не произведешь. Кстати, может и произведет. Анжелина же любит зомби. Зомби, они зеленые, насколько я знаю. Так что, может быть, Рубчик и пытается, не моется специально, чтобы быть зелененьким, вонять. И тогда Анжелина его полюбит. Анжелина, ты полюбишь Рубчика, если он будет вонючий и зеленый? Как ты думаешь? Анжелина опять идет на второй этаж. Идет она в ярости и вновь хочет, наверное, пнуть эту кучу. Конечно же, она ее пнет и не уберет. Анжелина, возьми ее, убери. Нет, давай, пни, да, раз, два, вот так, и иди обратно. Кто будет ее убирать, убирать, наверное, будем ее мы. Мы сейчас не можем этого сделать, потому что мы в обсерватории уже наполовину подняли шестой уровень. Скоро будет седьмой. Потихонечку логика повышается. Надеюсь, что сегодня нам удастся до седьмого уровня добить. Очень бы хотелось, чтобы в серии по уровню, но, наверное, так не получится, потому что слишком долго повышается логика. Джим сам себе готовит. Интересно, как готовит неуклюжий? Может, он тоже уронит что-то или нет? Когда неуклюжий моет посуду, то посуда у них падает, бьется. Часто они разбивают. Джим кокетливый, что-то там рассказывает Лея кокетливое что-то. Пришла безумная Анжелина в ярости. Нюхает подмышку. В общем, злится. На кого только злится, непонятно. И пошла бегать на беговую дорожку. Будет думать, я лучше выпущу пар, когда буду бегать. Наверное, сейчас будет со злым лицом бегать, да или нет? Нет, вроде лицо нормальное, но ярость у нее до сих пор. Отчего? Наверное, был какой-то досадный разговор. Кто-то ее обидел, задел и теперь будет вымещать свою злость путем сильного, долгой пробежки. Будет выпускать пар. Рубчик решил все-таки помыться. Думает, нет, так я не произведу впечатление на Анжелину. Будет искать другие пути, другие способы, чтобы произвести на нее впечатление. Так, Бурухтан у нас пошел в кухню. Заснула или дремлет Вайлет. Вайлет осталась без кровати. Не повезло ей. С Бурухтаном они спали на троне, поэтому решила днем вздремнуть, чтобы хоть как-то расслабиться, чтобы хоть как-то повысить свою бодрость. Так, Леа ищет в телефоне что-то интересное. Это, наверное, в интернете. А, нет, она играет в Бликблок. Леа гениальная, любит логические задачи. Самая для нее сложная задача в жизни, это, я так поняла, найти достойного жениха. Кто же будет достойным? Достойным тебя. Такого найти, наверное, сложно. Точно так же, как и Бурухтан. Но Бурухтан считает, что ему нужна королева, а Леа считает, что ей тоже нужен как минимум король. Вот, может быть, у них даже что-то и получится. Ой, Рубчик не только искупался, Рубчик еще и моет душ, душевую кабинку. Молодец. Бурухтан теперь умеет готовить спагетти и торт клубничка. Молодец, Бурухтан. Он теперь умеет готовить тортик, только нам он его, конечно же, готовить не будет. Смотрите, Рубчик помылся, искупался, такой красивый пришел и начинает общаться с Анжелиной. Анжелина уже, кстати, не в ярости. Она увидела Рубчика и сразу у нее настроение поднялось. Рубчик ей что-то такое рассказывает. В общем, отношения у них повышаются, здесь плюсики. И они, кстати, оба безумные. И Анжелина безумная, и Рубчик безумный. Так что у них очень много общего. Вот, господи, а Рубчик говорит. А, Анжелина, я же тоже вчера бегал. Ты видела, как я одел спортивный костюм и немного побегал? Теперь я пришел в форму и у меня теперь мышцы есть. Так что, Анжелина, в общем, мы с тобой похожи. Да, ну, Анжелина думает, что говорит. А ты не знаешь, что у нас там на обед? Она же у нас обжора и думает в основном про еду. Ну, вот и первая поломка. Точнее, вторая, даже третья. Ну, конечно, я только радовалась, что у нас все хорошо с утра. Да, но нет же, наши симы все сломали. Вот у нас 400 симолеонов. Знаете, я очень не хочу чинить холодильник, потому что здесь лужа. И он, как бы, считается, наверное, электрическим прибором, потому что искрится. Искрится еще печка. Давайте печку тоже заменим. Блин, осталось 44 симолеона. Ну, как-то выживем мы на эти деньги. А вот раковину я потом починю. Но даже если бы я ее хотела заменить, то мы бы уже не смогли, потому что денежек нет. Да, денежки разлетаются на эти не починки, а именно на замену предметов. Вот, наконец-то решили наши симы поубирать. И Микки взял мусор. И Лея взяла мусор. Решили его вынести. Поняли, что в королевстве пора-то порядок наводить. А то он не гоже, все грязное, все вонючее. Молодец. Лея вынесла. Микки, ты что? И бросил на полу. И говорит, что это такое мусор валяется? Сам же бросил. А Лея, молодец, взяла. И его мусор тоже выбросила. Вот вы какие молодцы. А корзина, кстати, пуста. Не корзина. Мусорный бак у нас пустой. Вот этот мусор странным образом оттуда исчез. Так, что у нас с логикой? Логика у нас потихонечку повышается. Уже 84%. Это замечательно. Очень хорошо. Правда, вот с потребностями у нас плохо. Они быстро понижаются. Нужно будет скоро идти кушать. Надо было просто нам не пить апельсиновый сок, а съесть что-то нормальное. Тогда бы голод не так быстро нас бы заставил выходить из обсерватории. Брухтан пошел мыться, купаться. Брухтан, когда ты оденешь свои праздничные одежды, когда ты оденешь свой королевский наряд, вот, и выйдешь перед своими подданными, выступишь. Да, пора бы у тебя, пора бы давно уже, а то давно ты не одевал этой одежды. Думает про тортик. Наши обжора говорят, кто бы тортик приготовил. Вы хотите, ребят, чтобы я вам тортик приготовила? А я, может быть, это и правда сделаю. Надо бы их побаловать. Еще что-то сломалось. Ну и вот, они сломали компьютер. За 400, ну нет уж, за 400 заменять я, естественно, компьютер не буду. Это слишком дорого. Мы повысим логику немножко, 88, еще немножко повысим. Пойдем покушаем и займемся ремонтом. Починим раковину и починим этот компьютер, от которого, кстати, исходит очень-очень неприятный звук. Почему от компьютера, когда он ломается, всегда такие звуки. Так, Анжелина готовит себе покушать. Конечно же, она же обжора покушать, она любит. Кстати, а куда делся Рубчик? Он же там что-то ей рассказывал, рассказывал, и тот же пошел к Лии. А Лия ему про переезд говорит, Рубчик, может мы с тобой бы уехали куда-нибудь там, где скачут весело ламы. Порезвелись бы где-то, пожили вместе. Рубчик сразу замечтался. Рубчик, не поддавайся на Чарли, потому что Лия говорит это всем, всем, кто здесь находится. Она не знает уже, с кем ей флиртовать. В общем, поэтому подкатывает ко всем, кто здесь проживает. Что они смотрят? Смотрят они спортивную передачу, их любимый канал. И мы нашли коллекционный снимок. Давайте его продадим. 115 миллионов стоит. Кстати, вот детальки у нас здесь есть. Давайте детальки тоже продадим. 70 и 30. Ну, в принципе, денежки есть, но заменять компьютер я не буду. Да нам и не хватит. Нет, конечно же, нам еще не хватит. Но, в общем, хватит пока нам заменять эти предметы. Повысим еще немножко логику, и тогда займемся ремонтом. Ой, какой этот мерзкий звук от этого компьютера. Надо уже поскорее повысить эту логику. Осталось 95%. Лия что-то здесь напакостничала. С новым навыком пакостей Лия может шутить с рукопожатием током и выполнять некоторые другие шалости. С каждым уровнем будет разблокировано больше злорадных действий. В общем, все у нас только что и делают, что пакостничают в этой психушке, и теперь могут делать много пакостей. Я думаю, что когда они отсюда выйдут, то будут только и гадости делать всем остальным. Надеюсь, что так не будет, и они все-таки образумятся и станут нормальными. Кстати, Хнытикус подсел к Вайлот. Опять ей. Вообще не ей. Нет, он рассказывает что-то Лия, но подсел поближе к Вайлот. Нравится она ему. Ой, а мы нашли второй снимочек. Это вот как прям повезло, так повезло. Еще один у нас, так что денежки пока есть. Если что, можно будет что-то даже потом и заменить. Так, ну вот, почти 99%. Еще немножко, и мы повысим логику. И тогда уже пойдем кушать, готовить и ремонтировать. Пришел, повозмущался Джим. Джим, да, вот, возмущаться это одно, но помогать тоже надо, потому что и кокетничает. И кокетничает с мусорным баком. Думает, что это Лия. Представляет, он будет кокетничать с ней. Все, отлично. Мы можем пойти починить раковину. Кстати, знаете что? Я думаю, может, раковину не стоит чинить. Раковину легче заменить. Да, раковину легче заменить. А то, что дорогое очень, то мы будем чинить. Потому что раковины всего лишь 80, а компьютер 400. А времени на починку, наверное, одинаковое. Поэтому то, что дешевенькое, можно и заменять. Так, Вайлайт пришла на кухню и говорит, я здесь сегодня дежулю. Почему здесь грязно? Почему в моей кухне грязно? Она думает, что это кухня и ее комната. Это ее покой. Но почему здесь грязно, она не может понять. Джим моет руки. Я думаю, посуду... Нет, посуду... Он, кстати, когда посуду моет, тоже часто бьет тарелки, как и Бурухтан. Дневной сон у нашей Вайлайт. После сытного обеда нужно обязательно поспать. Кстати, я не помню, кушала она сегодня много или нет. Как-то я не заметила. По-моему, много не ели. Какой-то матч, что ли, футбольный у всех футбол. Нет, баскетбол показывают по телевизору, а они про футбол думали. Ну, они же психи, конечно, показывают баскетбол, а они про футбол. А, ну вот, я дала действие чинить компьютер, но не отменила смотреть на звезды. Итак, у нас логика уже седьмой уровень. Давайте прочитаем, что теперь мы можем. Юля теперь может читать книги по логике продвинутого уровня сложности. А интересно, если прочесть книгу по логике, то логика тоже повысится? И быстрее она повысится или нет? Наверное, не быстрее. Нет, наверное, все-таки выгоднее в обсерватории повышать логику, потому что в обсерватории хоть иногда дают снимочки, и можно заработать денежки. Да, давайте поскорее починим этот компьютер и избавимся от этого ужасного звука пищащего, который просто издевается над душами. Невозможно слушать, какие звуки издают эти поломанные компьютеры. У нас, кстати, здесь сборище в тронном зале. Давайте, наверное, включим эмоциональную атмосферу картины кокетливой. Может быть, кто-то у нас пококетничает. Да, и смотрите, сразу все у нас стали кокетливыми. Будут флиртовать? Интересно или нет? Анжелина общается с Брухтаном. Брухтан что-то в печали. Он же думает, что это Анжелина травит всех. Он думает, что это она хочет отравить его и занять его трон. Или, может быть, просто она шпион. Поэтому он, наверное, к ней сейчас совсем не испытывает хороших чувств и флиртовать с ней он точно не будет. А вот флиртовать Лея у нас любитель. Она флиртует со всеми, кто вообще находится где-то... Ой, смотрите, по-моему, взглядом прожигает Анжелину Брухтан. Он говорит, я испепелю тебя взглядом, ты шпион. Он так вот все время смотрит на него. Но Анжелину это ни капельки не смущает. Она не боится Брухтана, потому что она... Она говорит, я видала зомби. Говорит, и теперь я Брухтана бояться точно не буду. Так, все, мы подчинили. Давайте покушаем, что-нибудь съедим. Не хочу я готовить. Давайте вот овсянку съедим, потому что... А что это такое? Это блюдо какое-то. Может быть, кто-то доготовит. Я готовить совсем не хочу. Все, поломок у нас больше нет. А вот эти вот кучи я надеюсь, что наши пациенты уберут сами, потому что убирать мне их вовсе не хочется. Мы сейчас покушаем. Сходим в туалет и вновь отправимся в телескоп. Будем повышать логику. Будем всячески пытаться выбраться отсюда и заодно прихватить всех этих пациентов. Вот, которые тоже оказались заперти в этой психиатрической больнице, в которой нет ни врачей, ни персонала. Вот так вот все врачи закрыли пациентов, психов и бросили их. И вот если бы не мы, то они бы все уже давно померли. Потому что мы за ними ухаживаем. Вот, мы оплачиваем им счета. Если бы не мы, то они уже давно бы и без света, и без воды сидели. Потому что сами деньги-то они совершенно не зарабатывают. Ну, конечно же, Брухтан так не думает. Брухтан говорит, он, я король. Какие налоги? Это я буду всех бабло вас собирать. Вы чего? Какие счета? Вы мне все должны нести, в общем, деньги. И говорит, будешь ты мне за дождь платить? Будешь за воздух платить, Митте? А иначе выметайся отсюда, забирай свои вещи. И пошел, наверное, вздремнуть. Думает он про кровать. Я продолжу вновь рассматривать небо. Будем повышать логику. Кстати, вот почему, когда рассматривать небо, и здесь вот эта вот фиолетовая такая полосочка. Я думаю, что, ну, это мое предположение, что если в сосредоточенном настроении рассматривать небо, то, возможно, логика повышается быстрее. Ну, или какой-то другой бонус, может быть, снимочки быстрее найти можно. Я все-таки надеюсь, что просто логика повышается быстрее. Мне просто этого очень-очень хочется. Пока у нас логикой седьмой уровень. Вот, потихонечку идем к восьмому. И будем выполнять мечту. Нам осталось, кстати, починить или улучшить один предмет и достигнуть еще трех навыков логики. И мы выполним мечту жизни. Не особо сложной оказалась мечта «Мозговитый чудак». Вот, сломался у нас унитаз. Унитаз – это самое главное, что у нас есть. Мы его обязательно сейчас заменим, потому что конфуза нам не нужна совершенно. Я когда читала, там, просматривала психушки, то очень часто видела, как симы умирают от смущения. Поэтому, когда начинала этот челлендж, поставила себе за правило, что будем стараться сделать так, чтобы никто не испытывал дискомфорта, у всех было хорошее настроение. Сделать все, что в наших силах, что от нас зависит, чтобы никто не умер. Ну, я думаю, что вряд ли уже кто-то умрет, потому что вроде как ухаживаем за нашими пациентами. Мы хорошо. Так, Вайлот решила сама себе приготовить, но готовить она не умеет. Она любит только кушать, и кушать она умеет хорошо, а вот в приготовлении пищи, оказывается, она не сильно приготовил себе Микки БЛТ. Почему что не приготовил Вайлот? Она бы оценила, она любит покушать, и так ты обязательно произведешь на нее впечатление. В романтическом настроении Вайлот, а Микки почему-то грустный, ему дискомфорт у него из-за разлитой лужи. Никто не хочет вытереть эту лужу почему-то. Ходят они прям по-мокрому, а вытереть так никто и не додумался. Так, Анжелина пришла с Джимом Болтай. Это, кстати, уже 21 час. Это значит, что скоро все улягутся спать. А мы, кстати, и спать-то не хотим. Очень странно, спать-то не хочется. У нас логика уже 16%, так что я думаю, что мы до ночи здесь посидим. Хотя, если посидеть до ночи, то мы вообще останемся без кровати. Лучше уже, когда останется одна кроватка, тогда уже и улечься куда-нибудь, когда будет одно или два последних места. Ну вот, нашла себе место Вайла. Давайте, ладно, лучше улечься спать и знать наверняка, что этой ночью ты будешь спать. Выплакаться у нас появилось действие из-за грусти. Да, общение очень понизилось. Я думаю, что в следующей серии мы с кем-то поговорим. Может быть, с кем-то из нормальных, не из психов. У нас есть уже два знакомых. Двое в нормальном мире. Пожалуемся им на наших пациентов, что они нас не ценят. Мы для них стараемся. Они только все пачкают, ломают и возмущаются. Ну вот такие у нас пациенты. Но мы их все равно любим. Микки у нас отжимается. Точно он пытается произвести впечатление на Вайла, чтобы быть в хорошей форме. Я буду тогда прощаться. Всем спасибо за внимание. Да, в этой серии мы с кроватью, потому что осталось еще три места, и мы обязательно успеем занять одно. Всем спасибо за внимание и всем пока!